МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Балета или из гимнастики, или из таких спортивных вещей, где ведет очень сильный износ нашего организма. И когда я закончил свою балетную, скажем так, деятельность, передо мной встал вопрос, а что же мне совсем этим багажом делать дальше? Я начал искать... Да, я нашел. Это гимнастика йогов. И именно направление йога-23, поскольку оно меня заинтересовало, оно более такое... Оно динамичное, атлетическое. После ухода с большой сцены Андрей Куприянов не смог без физических нагрузок и решил всерьез заняться йогой. И раз уж большую часть жизни Андрей провел в танцах, то найти точки соприкосновения хореографии и йоги было легко. Мы вот хотим провести такой эксперимент, попробовать дать какие-то техники артистам, которые позволят им, во-первых, восстанавливаться в какой-то сложный, репетиционный или гастрольный период, во-вторых, обезопасить себя, что ли, от возможных травм и каких-то прочих неприятностей. У нас у всех одинаковая проблемная зона – это колени, это поясница и шея. Плюс я считаю важным показать, дать основу дыхательной гимнастики, потому что эта техника или пранаяма, так называемая, она может использоваться как подготовительная, как разминочная, разогревающая процедура, так и расслабляющая, успокаивающая в конце занятия. Началось занятие со вступительного слова. Марк познакомил артистов с планом тренировки. Далее перешли к упражнениям. Основы дыхания, суставно-сухожильная гимнастика для всего тела и глубокое расслабление в конце – такой была разминка с помощью йоги. Ну, общий принцип, он, как и в любой, наверное, лечебной какой-то физкультурной практике, один и тот же, да, это укрепление мышечного корсета, укрепление связочного аппарата. То видение, которым у нас узнают наши знакомые, да, вот по силуэту, например, за это дело отвечают мелкие структурные группы мышечные, и именно ими занимается йога. Как ощущения? Очень неудобно. Сводит всё. Ну, тяжело вообще, непривычно первоначально. Ну, больше вот этой бесячей ноги и спина. Очень, очень интересно. Руки перед собой поставил, и кисти пальцами на себя. Развернуть. В йоге важно правильно выполнять все элементы, иначе упражнения пройдут для вас впустую. Но, по словам тренера, даже если вы ранее не занимались никаким спортом, то на йогу вам можно. В йогу все приходят с нулевым уровнем подготовки. Тут как бы йогами не рождаются и становятся. Участники коллектива делятся. Йога может стать хорошей альтернативой разминки, когда у артистов мало места для тренировки. А такое часто бывает, например, на гастролях. Есть и другие плюсы. Помощь в плане владения, да, владения телом, владения, а также дыханием, которое неотъемлемая часть танцовщик, обязательно должен иметь правильно дышать. Это связано с нагрузками, это связано с моментом восстановления, это связано вообще с правильным рациональным распределением. Порой несколько раз в месяц и несколько раз в неделю выдавать результат на зрителя, да, не только мастерски показывать свое премесло, свою профессию, но еще и эмоционально насыщать. Этим и отличается, в общем, жанр народный сценического танца от, допустим, традиционного балета, да. Выполнить такую разминку неподготовленному человеку оказалось непросто. Однако артисты ансамбля «Танца Сибири» выполнили ее блестяще. Теперь они разогреты и готовы к серьезным нагрузкам.